Без водопровода в наше время трудно представить свой быт. Однако 11 семей по улице Школьная в городе Басарабяска были вынуждены обходиться без этого благо цивилизаций почти четыре десятка лет. Я по 200 литров воды в день таскала. По 200 литров. Знаешь, что такое? А с 28 июня, знаете, где эта улица? Очень тяжело без воды. Очень. Было сперва 60 лей, три куба. Потом подняли 80 лей, потом подняли 120 лей. Мы платили, потому что без воды. Подъезжала машина, берёте воду. Ну, как не взять? Вы поймите, люди 9 лей не хотят. Но мы 20 лей платим. У меня даже дети отказывались приехать. У меня дочка в Англии, а сын в Америке. Он сказал, мама, воды не мама, не можем. Приятно? Два месяца назад начались работы по установке насосной станции, которая поможет обеспечить водой всех жителей данной улицы. Теперь работы завершены. Значит, здесь по проекту насосная, которая повышает давление воды от существующих сетей. Верхние улицы, в принципе, фактически уже работы закончены. Вот сейчас последнюю работу проводят пусконаладчики. И в течение дня уже, я не думаю, верхние улицы уже будут иметь воду. Я горд тем, что я обещал и исполнил желания наших людей. Это люди те, которые на протяжении 40 лет не имели воды. И сегодня они её получают. По словам жителей школьной, они очень рады, что теперь, как и все остальные горожане, смогут пользоваться водопроводной водой. Пошла вода и очень довольна. Очень довольна. Есть вода и в доме, и на улице. Вот всё есть. Вода идёт очень большим напором. Я просто очень радуюсь. И всем соседям, и всем окружающим хорошо. Вода долгое время не поступала. Напора не было и прекращалась подача воды. А теперь очень хорошо. Очень благодарны. Когда мы начали строиться, нам всё обещали. Будет вода? Мы проведём. Не беспокойтесь. С 83-го года столько примаров у нас поменялось. Единственный человек, который понял наши проблемы и приезжал, спрашивал, смотрел, что. И мы ему объясняли нашу ситуацию. И он взялся и сделал спасибо. И подрядчик, работавший над данным проектом, и примар города, уверены – все работы по установке насосной станции были проведены качественно. Я считаю, что подрядчик, который работал над данным проектом, он использовал на все 100% свои обязательства. Качество проведённых работ, в принципе, высокое. Колодец, как по проекту, выполнены все гидроизоляционные работы, то есть герметичные, всё буквально насосы соответствуют проекту, и есть гарантии на них. Участки построительства домов по улице Школьная выделялись в 80-х годах прошлого века. Тогда же к ним были подведены все коммуникации. Однако из-за низкого давления вода не поступала к 11 домам, расположенным в верхней части улицы.